Как вы думаете, что договоры между различными организациями будут идти? И что мы ожидали от них? Это хороший знак, что все здесь. И, надеюсь, они смогут выйти с хорошими решениями, которые будут позитивными для спортсменов. Какие комментарии относительно Канело Головкина? Это будет большой борьб. Это большая борьба для этого года. Это борьба, которую фанеры хотят. И, надеюсь, мы получим хорошую решение в рематах. В рематах, это ожидается, что контрпанчер будет лучше, чем пресс-боксер, всегда. И это почти так. Как много Геннадий должен сделать? Я думаю, что обоих сделаем изменения. Но кто-то с силой, как Геннадий, будет очень сложным для Канело боксоваться за 12 раундов. Никто не ожидал Канело быть так противным, как мексиканский боксер. И я думаю, что Геннадий будет лучше подготовлен для этого стыла. Я не знаю, что Геннадий говорит на английском. Я не знаю, что Геннадий говорит на английском. И я думаю, что Геннадий победил. И HBO победил его 8 раундов. Поэтому это сложно критиковать, когда вы победите 8 раундов. Но, конечно, в рематах, это будет хорошо, если он идет к боте. И, надеюсь, он может остановить Канело, от движения так много, как он сделал вчера. Вы думаете, что договоры между ВВС и других организаций будет привести легкий путь для университетов в будущем? Я думаю, что я думаю, что боксерские мечты будут университь титлы. И для федераций, чтобы это сделать легче для университетов, этого, vilка идет огромная. Я не понимаю, что Persian Phыв attorneys может университеты не служить в этом направлении. С Hebrew организации предпринимают имени 好у Вы думаете, что они должны идти более легче на уровне лейтажа, чтобы иметь хорошие лейтажеры, вместо того, чтобы защищать лейтажеры над надежными лейтажами? Может быть лейтажеры над надежными лейтажами? Ну, это действительно зависит от правилований. Я думаю, что иногда надежные лейтажеры являются хорошей ситуацией, чтобы дать у других лейтажеров возможность бороться за лейтажеры. Иногда это не так хорошо, а если у вас есть лейтажер, который не так кредитный, то это сделает более сложная ситуация для лейтажера, чтобы бороться с лейтажером, кто не на правильном уровне. Я думаю, что только Эдди Херн есть хорошая связь между различными лейтажами, между различными промоутерами, чтобы бороться с лейтажами, которые люди хотят увидеть. Вы думаете, что вы можете превратить между Лейтажами и других странами, чтобы бороться с лейтажами? Я думаю, что это важно, чтобы бороться с международными лейтажами. Как вы думаете о Александр Усик-Перформансе против Майрис Бридис? Была это лучшая борьба с Майрисом? Усик. Усик, я думаю, что он получил хорошую перформанс. Бридис, который сильный чемпион, и для Усик, чтобы уйти в Ригу и победить решение, я думаю, что это показало очень сильную перформанс. Спасибо.